Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о матовых помадах, потому что матовые помады это огромный тренд последнего времени и что-то я так смотрю, что не особо они из моды выходят, поэтому если вы тоже хотите приобрести матовую помаду, то это видео будет для вас очень полезным. Я сегодня буду рассматривать бюджетную категорию, то есть все, что я вам покажу, в принципе, доступно для каждого. И в основном это видео я затеяла не для того, чтобы сделать обзор на какие-то помады, а в основном для того, чтобы показать вам свотчи абсолютно всех оттенков, которые у меня есть, потому что я знаю, что если заказывать в интернете, очень трудно всегда определиться с оттенком. И сегодня я постараюсь показать максимально правдоподобные оттенки, чтобы вы поняли, какой, возможно, подойдет для вас, и выбор в интернете для вас стал легче. У меня здесь огромная куча помад, огромная куча оттенков, и давайте я начну с того, что мы сегодня поговорим о четырех видах помады. Первый тип помады у нас будет это LA Girl Matte Pigment Gloss, это вот такие вот жидкие помады матовые. Также я вам расскажу про Wet n' Wild Mega Last и Giordano матовые помады, и напоследок оставлю тоже еще матовые помады от Colourpop. И перед тем, как мы приступим к свотчам, давайте я вам сделаю общий обзор этих помад, если вы впервые на моем канале, еще не знаете мое отношение к этим помадам. Если вам нужна максимально насыщенная матовая помада, то я однозначно рекомендую жидкие помады от LA Girl. Они самые матовые из всех, самые стойкие, и действительно оттенки настолько насыщенные, что с помощью этих помад можно сделать очень четкий контур губ, и губы будут безумно просто выделены с любым оттенком, который бы вы не выбрали, даже если это какой-то нюдовый оттенок, или наоборот это какой-то очень темный насыщенный оттенок. Единственный минус этих помад заключается в том, что они создают некую липкость на губах. Эта липкость даже немножко граничит с дискомфортом на губах и таким вот немножко подсушивающим эффектом. Я знаю, что некоторым это не нравится, но я к этому отношусь абсолютно нормально, особенно если перед нанесением хотя бы минут за пять нанести бальзам, и потом этот бальзам промокнуть и нанести эти помады отлично держатся весь день. Единственное, что эти помады разъедают, это жирные текстуры, и смывать лучше эти помады жирными текстурами, как например, там, я не знаю, любым подсолнечным маслом, так и в принципе, если вы будете кушать что-то очень жирное, то эта помада тоже может поплыть из-за этого. Что касается помады от Wet n Wild и Giordano, я бы сказала, что они практически идентичны. Единственное, на чем бы я основывала свой выбор, когда думала о том, покупать одну или вторую, это оттенки. В Giordano есть потрясающе красивые оттенки, безумно качественные и безумно красивые, и также в Wet n Wild есть безумно красивые и качественные оттенки, но также в каждом из этих брендов есть и откровенно не очень оттенки, поэтому очень важно все-таки посмотреть свочи перед покупкой. Эти помады я также не могу назвать полностью матовыми, то есть это такие кремово-матовые, очень приятно ощущаются на губах, у них нет ярко выраженного такого кремового эффекта или глянцевого эффекта, но вот помада Wet n Wild сейчас у меня на губах, и вот это максимум, что вы можете от нее получить. Она не будет выглядеть плоско-матовой, но в то же время, если вам достаточно такого кремово-матового эффекта, и вы не хотите жертвовать комфортом на губах, то тогда вам подойдут именно эти помады. Носятся они на губах очень приятно, но в то же время по стойкости они очень посредственные, то есть после любого приема пищи, после поцелуев, после чашки кофе, все это смывается как обычная помада. Очень похожий эффект на предыдущие также делает и Colourpop, вот эта вот серия помад Color Sticks. Единственное их преимущество заключается в том, что у них огромное количество оттенков, причем не просто стандартных оттенков, там красные, розовые, но также у них есть очень интересные оттенки, то есть если вы ищете черную помаду, если вы ищете голубую помаду, если вы ищете бирюзовую помаду, то именно в Colourpop вы скорее всего найдете то, что вы ищете. Там есть и серые помады, и кирпичные помады, то есть там такие нестандартные оттенки, и из-за того, что настолько широкая линейка, там можно найти чуть менее розовую, чуть более розовую помаду. И также они представлены не только в матовых финишах, они представлены еще и в кремовых финишах, сатиновых финишах, то есть вы сможете подобрать там разные варианты для себя. И что опять-таки касается Colourpop, то это не плоская матовая помада, а именно такая кремово-матовая. И давайте теперь пройдемся по оттенкам, я вам расскажу про фавориты в каждой из этих серий помад. Первая это LA Girl Matte Pigment Gloss, у меня их уже 7 штучек. Самые мои любимые оттенки здесь это оттенок Dreamy, это базовый такой нюдовый цвет, отлично сочетается с любыми насыщенными макияжами глаз. Также я очень рекомендую оттенок Bazaar, это алло-розовая помада, достаточно выразительная, но не броская, такая как красная помада. Также мне очень нравится оттенок Fleur, единственная оговорка, если вы любите такие кораллово-кирпичные оттенки, и они вам идут, то однозначно вам эта помада понравится. На мне она очень красиво выглядит, я безумно ее люблю, хотя я думала, что она мне не понравится, когда я только ее получила. Если вы ищете очень темно-красную помаду, однозначно советую вам оттенок Secret, это очень-очень темный, насыщенный красный оттенок. На губах она может высыхать, даже превращаясь в такую черно-красную помаду, если совсем легким слоем нанести, то это просто будет очень-очень темная красная, такая как запеченная кровь. Что касается помад Wet n Wild, то у меня здесь 4 фаворита. Первый это 912 In The Flash, это нюдовая помада, но немножко более темная, чем классическая нюдовая. На мне она выглядит, как мои губы, но лучше. Дальше я тоже очень люблю оттенок Rosebud. Rosebud это опять-таки алло-красная помада, такая приблизительно, как и Базар в предыдущей серии. Rosebud всегда выделяет губы, но в то же время они никогда не будут с ней кричащими. Очень красивая помада, безумно классно освежает тоже. Из освежающих оттенков еще могу подсказать вам Just Peachy, это то, что сейчас у меня на губах нанесено. Это классическая персиковая помада, очень классная на весну, вот абсолютно всем рекомендую. Если вы любите особенно персиковые помады, Just Peachy как раз отлично вам подойдет. И еще мне очень нравится 908 Sugar Plum Fairy. Эта помада очень темная, опять-таки это насыщенный такой вот сливово-красный оттенок. Чем она уникальна, так это способом ее нанесения. Если ее нанести совсем легонько, вот так вот буквально пальцем вбить в губы, вы получите такой вот сливово-красный тинт, который делает зубы безумно белыми. Если нанести ее очень плотным слоем, то вы получите соответственно очень насыщенную, глубокую, такую винно-сливово-красную помаду. С этой помадой зубы выглядят белоснежными, именно за это я ее обожаю. Что касается помад Giordano, то здесь у меня есть моя абсолютная любовь и два оттенка, которые также мне нравятся. Абсолютная любовь это оттенок Rouge. Это матовая красная помада, но этот красный оттенок настолько красивый, он настолько универсальный, безумно красиво смотрится. И вот это действительно такая более матовая помада, она не выглядит кремовой на губах, она выглядит очень матовой на губах. И в то же время, ну безумно просто красивый оттенок. Всем пойдет, брюнеткам будет потрясающе просто. Наверное, из всей моей коллекции помад это самый удачный классический красный оттенок. Также из этой серии я люблю два других оттенка, но они не настолько уникальны. Первый это Fiery Coral и второй Blushed. Blushed это такой вот классический яркий розовый. Это именно яркий розовый, это не повседневный розовый, который намазал с любым макияжем и пошел. Это именно такой вот яркий розовый, немножко в барбишный уходит, но не настолько бледный, как барби розовый. И Fiery Coral это настоящий коралловый оттенок, не слишком теплый, не слишком холодный. Я бы назвала, что это такой вот классический коралловый оттенок. Если вам нравятся такие помады немножко с оранжевым подтоном, то вам понравится и эта помада. Что касается Colourpop, то здесь я не слишком много оттенков пока еще попробовала, но из тех, что у меня есть, оба мне очень нравятся в матовой серии. Это оттенок Lumiere и оттенок Frida. Frida очень похожа на то, что сейчас вы видите у меня на губах, то есть это тоже такой классический персиковый освежающий оттенок. Что касается Lumiere, то это опять-таки тот тип помад, который я очень люблю на каждый день. Lumiere это нюдовая помада, но более темная нюдовая и она со сливами подтоном. В каком-то роде она очень похожа на помаду Wet n Wild in the Flash. Это ту, которую я обозвала мои губы, но лучше. Оттенок Lumiere делает похожий эффект, но в то же время выделяет губы. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что мой обзор поможет вам в выборе вашей следующей матовой помады. В описании я вам оставлю ссылки, где можно купить все эти помады. Как я уже и сказала, они все очень бюджетные, очень доступные, поэтому каждому по карману. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте, ставьте палец вверх, если вам это видео понравилось. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу показать вам макияж, который будет очень актуальный для весны. Это освежающий, красивый персиковый макияж. Сейчас вот вы видите, я убираю все, что было сделано, и мне кажется, что лицо становится намного более грустным. То есть вот так вот все черты лица как-то как будто поднимаются вверх, а вот так вот сразу опускаются.